Начинаем пресс-конференцию участников пикета «Два сапога пара», состоявшегося накануне третьего антикоррупционного форума в Харькове. Представляю спикеров. Станислав Шапарь, представитель общественной организации «Альтернатива Песачин». Александр Богданец, заместитель председателя Корсовета общественной организации «Зелёный фронт». И Алексей Голиков, фермер Сахновчинский район. Добрый день. Вам слово, расскажите о ситуации, о том, что происходило. Я лично член фермерского хозяйства, то есть я вхожу в состав, я на украинский язык, если можно, для меня тоже. Как вам удобно, пожалуйста. Склала ситуация такая в районе, у нас дуже непроста, я представляю не только, ну там, от себя говорю, а говорю от всех, от большинства фермеров района, який є саме, знаете, для села, такою соломинкою, заради якого село в нас дихает. Тобто, есть фермер, в него он створює рабочие места, и относительно там, допомога дитячим садкам, школам, и тому, який находится безпосередньо на месте, проживает там и допомога людям. Склалась такая ситуация, что после изменения влады, после Майдана, в районе была призначена людина, глава районной администрации Котулы Ивановича, который не все разрушил, что влада изменилась, и мы идем вперед, что будем боротися за наше майбутнє. Людина представляет, является учасником и безусловно керевником всех коррупционных схем района. Что особенно, это, напевно, наибольшая прибутковая земля у нас, и он эти земли контролирует, оформляет на своего, оформляет, одразу прийшли до влади, он оформил 50 гектарей земель державної властности, которые предназначались для села, для социальной сферы, для людей, оформил на своего сына, створил фермерское господарство. Син у него также Котулы Иван Иванович. Потом, прикрываясь связками с губернатором, раненым Игорем Львовичем, он решает любые вопросы о земле. Есть две ситуации, которые сейчас очень шумятся в районе. У одного фермера закончился договор оренди на земельную дылянку площадью приблизительно 100 гектаров, 102. Он вернулся для поновления договора оренди, чтобы ему поновили, но ему этого, конечно, не дают сделать коррупционные схемы, которые действуют в державе кадастре. Конечно, в области, что мы тебе не поновим, если ты нам не допоможешь. За это не позолотишь руку, как говорят. Он вернулся, очень долго ходила эта документация, и ему дали отмогу, что уже за сроком давности мы тебе не даем на допомогу. Глава адміністрации предлагает это решение решить. И так, как нам называла Мария Андреас, она называла эту сумму, там, от 200 до 300 долларов, и он предлагает это решение решить, что я решу твои вопросы, только даю такую ситуацию. Нет, в иначшем я отдаю людям, которые там зацикавлены ему. И другая ситуация у другого фермера, только в этом году, как в 2016 году, заканчивается договор о ренде, то его уже до себя запросил глава, и не запропонировал, а поставил перед фактом, что, або, смотри, ты приносишь певную сумму коштей, это 70, 100 гипер, так, по-моему, приносишь певную сумму коштей, мы тебе даем поновление договору, что, нет, мы отдаем эту землю коштейному. Фермер, естественно, отреагировал негативно, вышел звезды, пішел, расстроенный, и в разговоре он говорит, что я уже знаю, что, что, я уже знаю, что, кому мою земельную дилянку пропонували за эту сумму, кто способен заплатить, чтобы забрать, понимаете, то есть, земля – это очень большие прибутки, и в нашем регионе, у нас других доходов нет, ни газа, ни нафти нет, тобто земля – это есть. Также есть опубликованная администрация на сайте, что все лидеры надежды Сахновщинского района проведено вводу, выделено кошти из бюджета, выделено району, там, администрация, с фондом администрации, я вам честно скажу, я в цьому селі проживав, і зараз езжу через це село, то все це в процесі, все тільки у скважина, навіть тільки б'ється, її навіть, а там вже відзвітувалися, що ми вже проложили, там зробили сетку, вже в людей, в дворах вода, но її навіть ще немає, в скважине не прибило. Звісно, під це вже гроші спишут, це все закопається, все це залишиться в стадії розробки. А води, може, не буде? Води і не буде, і це ми знаємо. Інша ситуація в другому селі, Тарасівка, Лигівська сільська рада, водопровід проложений, вирита яма, на тому все закінчилось, сказали, коштів немає. Кошти були виділені, звісно, це закладалося, складалася смета, також все завмерло. Але в газетах, по сайтах відзвітувалося, як губернатор, програми губернаторські перед виборами, що ми все зробили, ми все виділили, але людей ніхто не чує. Люди бунтують, і вони збираються, дуже бояться, звісно. Я розумію, що я на себе зараз викликаю вогонь, я розумію, що зараз різні ситуації можуть утворюватися в моєму житті, але без це продовжуватись просто не може. У нас один фермер, хлопець молодий, допомагав неодноразово змаганням, чого люди бояться, розказую. Тому що він, голова адміністрації, його землі не витребувані пані, які безпосередньо займали. Це голова адміністрації району, так? Району, так. Безпосередньо підконтрольні не витребувані пані адміністрації. І вона їх має право надавати в оренду, передавати, заключати договори. І один фермер виготовив вовнянка. Він звертався, дуже багато журналістів, але ніхто, як воно все, може, не до тих підійшов. Він виготовив проєкти, відведення, все йому дали розпорядження. Він звернувся зареєструвати договір, і йому дали відмову. Відмову дали, ну, за причину адміністрації, причину там придумав якусь, без підстав взагалі ніяких не було, йому не заключати договір. Він звернувся до суду, суд першу інстанцію він програв, так як це було на місці. Ми розуміємо, що місцеві судди, і адміністрація, прокуратура, і міліції, всі працюють однаково. Він в апеляцію, він виграв суд, його, звісно, потім не виконав рішення суду голова адміністрації, все одно там дав другу підставу. І він, знаєте, як кажуть, є сходинки, які ходять вирішувати питання, пішли до голови, ну, це зі слів також, це факт не підтверджений, ну, зі слів цього фермера, що пішли до одного з керівників обласної адміністрації, люди поговорити на щодо питання, що ж ви фермера молодого душі, та як він допомагає району, ви тепер, ну, не даєте землі. А віддали групі кернел, яка, розумієте, для них 60 гектарів, їхні там 300 тисяч гектарів, це взагалі нічого. І він, пішли ці ходунки, то була зручена така ситуація, що якщо він не зупиниться і буде далі ходити, скаршитися, опублікувати все це в пресі, ми знаємо, скільки в нього землі, заберемо і останнє. Розумієте, фермери бояться, ніхто не вірить в цю правду, що можна щось зробити, що можна щось змінити. Що-небудь поміняло, тиск йде безпосередній. Я розумію, що забирає багато часу, але був випадок, в нас фермер є, йшов обласні депутати від відродження по району в обласну раду, і була така склала ситуація, на одному виборчому участку в Сахнівщинському районі явка склала 92% виборців, він зрозуміло, що звернувся, і там виграло БПП, там 100% взагалі, він поїхав в те село, і почав, що людей заїхав, як там, в тракторну бригаду, і каже, хлопці, от скажіть, от у вас список є, тих, хто проголосував, ви хотіли, і одразу 30 чоловік сказали, що ми не ходили голосувати. Звичайно, вони написали заяви, звернулися до суду, але в короткий термін, буквально, там, два дні, чи три, йому дуже швидко поступали дзвінки з обласної адміністрації, в нас по району йшла Калмикова, здається, Олена, також вона в обласній адміністрації працює, йшла в обласну раду, дуже швидко вони заткнули рот цьому фермеру, і він відмовився від того, що цей факт обнародували. Тут, звичайно, тільки він відмовляється, суд заяву цю, я не знаю, яка там процедура, відкладає, і одразу ж опубліковують списки переможців в виборчих дільницях. То дуже багато гарних людей йшло від БПП, від відродження у нас в районі, це вчителі, там лікарі, але жодних з цих людей, що пройшли, немає в районній раді, тому що їх одразу перемістили назад, і поставили голову адміністрації, поставили людей, ті, які йому були потрібні. Тобто, ці, хто на себе потягнув голоса, не пройшли, а пройшли люди, яких виставив пріоритет голова адміністрації. Фермери одразу ж почали після цього з прокуратури звертатись там, шукати в нього якісь порушення у використанні земель, там ще чогось, ну розумієте, що я впевнений, що зараз почнеться тей самий зі мною. Так що, будь ласка, будь тепельні, я все розповім, відбуватиметься. Дякую. Немножко відбуватимемо форум від сапог. Сначала почнемо з форума. Я думаю, що колеги мене підтримують. Ні у когось нас немає німаліших претензій к антикоррупційному форуму. Более того, огромное количество наших единомышленників приймали участие, приймали участие в докладах. Це нужне, важне для країни мероприятие. І целью пікета було не розбірки з форумом, а целью пікета було, по сути, розширити харьковську составляючу цього форуму. Так сложилось, що виробів для докладів по харьковській тематике було чрезвичайно мало, тому нам показалось, що ми можемо використовувати пространство і время перед началом форума, для того, щоб свої идеи, те, які нам, к сожалению, не у нас не получилось донести на форумі. Ще раз повторяю, никаких разногласий с форумом у нас нет. Просто регламент був малий уже за часом. Ми хотіли донести саме проблеми області, саме які є із Льботино, Сахновщина, Пісочин, Харків, тому що проблем дуже дійсно багато. Я заповеду на така важлива тема. У нас екологічна катастрофа просто наступає, тому що в віддалених районах лісосмуги зараз знищуються, дуби 70-80 років, які взагалі просто по-кощунськи спалюються в плиті. Я розумію, що зараз часи такі настали, людям нічим розбалити в плиті, але з'їрітися. Але я розумію, це все знову ж таки корупція, йде адміністрація, міліція, прокуратура. Тому що особисто я ловив людей, хоч оцю заяву я говорив, що я оприлюдню, і особисто я, коли впіймав людей, які випилювали посадки зі своїми товаришами, приїжджав мимо заступник голови адміністрації на машині кравець Володимир Іванович. Він діючий заступник. Я звернувся, що Володимир Іванович, зупиніться, будь ласка. Я до нього одразу набрав, він приїхав 300 метрів, я сказав, зупиніться, будь ласка. Я ось піймав порушників, давайте з вами, Олексій, розумієш, нам зараз позвонять з міліції, там ще откуда, ще откуда. І все равно їх відпустять. Навіщо це ось, і у нас 5 хвилин була розмова, така, я сказав, якщо ви не погоджуєтесь, відмовляєтесь виконувати свої безпосередні обов'язки, я звернувся до народних депутатів, я звернувся до журналістів, цю ситуацію я не залишу, тому що це просто, коли людина йде, там, мій товариш з села пішов з санками, напиляв дров, це такий не дров, а були, це хмис, і їхала міліція, зупинили його на те, що він, вибачаю, за таке лапить, йому на розказували, що судрівень з нього взяли хабаря, розумієте, за те, щоб не скласти на його штраф. А самі в цей час випилюють цілими лісосмугами, це просто знищено, вони просто по полях фермерів катаються, машинами грузовими, вони просто завалюють дерева, дуб, який, в мене є фотографії, на жаль, я не можу показати вам, який кронат цього дуба 80-річного лежить на полі, просто береться основна його частина, стовбур деревини, розпилюється на друга, все інше залишається, там залишаються такі гілки, розумієте, що ними можна ще дві машини загрузити, але це нікому не цікаво, і міліція цим не займається, тому що безпосередньо вона приймає в цьому участь. І адміністрація, як ми бачимо з даного випадку, голова адміністрації, просто безпосередньо в цьому приймає в цьому участь. Тепер повернуємося до сапогів. С форумом розібрались. Два сапога пара, на мій взгляд, дуже удачна метафора. І я хотів би, як представник екологічної організації, продемонструвати, цю думку на примері екологічної проблеми. Я думаю, що ні для когось присутніх не секрет, ось ця репутація має місце у харківської міської власті. Це репутація наперсочників. На форумі дуже добре прозвучала мисля, і, опять-таки, проиллюстрованна мисля була на харківських примерах, про те, як розворовуються землелесопарк. Тобто я намерено не углубляюся в екологічні проблеми. Повірте, я можу це зробити і те, хто заінтересується. Я готов разговарувати о екологічних проблемах Харкова, Харковщини, часами. Но сейчас мне бы хотело сделать акцент именно на репутации новой власти, нового губернатора, я имею в виду, після того, як состоялась революція. Так вот, репутація харківської міської власти ни для кого не секрет. І схема розворовування землі в лисопаркі, ще раз говорю, об этом Дима Булах дуже добре визложив на форумі. Вона, по сути, ушла, що називається, в люди. Ее використовують, ее откатали здесь, і ее використовують тепер по всій Україні. Я напомню вкратце, те кооперативи, які якоби называються, в названні которых фигурирується слово «жилищний», які не мають нямалейшого отношення к таковым, це фактически посредники по продаже земли. Ім по отработанной схеме виделяється земля в лисопарке, вона перепродається за рыночну стоимость, хоча получили ее бесплатно. І таким образом лисопарк, по сути, розворован. Ну, будем называти вещи своими именами. Там, наверное, от половини до двух третей, якщо там ще немає заборів, це не означає, що він чи вже не розпоєван, чи його там кому-то пообіщали. Тепер я хочу по ситуации на сьогоднішній день ми получаємо відповіді, ми получаємо відповіді о тому, що Харківська областна адміністрація не в состоянии технічески исполнить наш запрос, тому що у них не було можливості відсканіровати несколько страниц. При цьому в письме, которая, ну, эта схема не нова, поэтому нічого удивительного тут нету. і Зелений фронт з такими відповідами від Харківського, від Харківських властей відбувається регулярно. Це стандартна схема відмазки непредоставлення інформації. Тому в письме, в котором ми писали на імію губернатора, прямо указано, що якщо у Харківської областної адміністрації немає технічної можливості, ми поможемо. відбувається відбувається як я вже його озвучив. Чому це важливо? Що це означає для нас, для територіальних громад Харківській? На такі действия губернатора, естественно, смотрять всі нижестоящі чиновники. Естественно, вони ведуть себе точно також. Вместо того, щоб подавати пример взаємодействия с общественностю, даже тогда, коли она задає неудобні вопросы, губернатор Харківської області демонстрирує всем, а як потрібно відмазуватися від тех вопросів, які йому сегодня по якій-то причині неудобні. Далі є основополагаючі законодательства в части доступа к правосудію, в части сейчас модний тренд децентріалізація. Территоріальна громада Люботіна виграла суд по незаконному строительству мусоропереработуючого полігону. Суд двох інстанцій. Апелляційний суд це решення оставив без змінення суда, первая інстанція. Оно вступило в законну силу, вступило оно давно. Я хочу вам сказати і опереться на только що на предыдущого докладчика. Це виграли представители территоріальні громады. Це не хорьковчяне, середі хорьковських багато смелих, отчаянних людей. Повірте, жителю області починати доказувати і судитися з властью, це дуже непросто. Тут Алексей совершенно прав. С одной сторони, більше речагів воздійствия, тому що рабочих міст в області не так багато. Ось легко бороться. Кроме того, там все друг друга знають, хто чим дышит, по телефону позвонили, у человека нету роботи, все. І тем не мене, люди виграли суд. Виграли, если, може быть, многие помнят, був предыдущий мэр Люботина Теличко, теж, кстати говоря, такая завязка, нету отдельно коррупционной составляющей, отдельно все остальные, мы не можем отделить одно от другого. Если Теличко на сегодняшний день находится под следствием за получение взятки, то территориальная громада имеет полное право не доверять всем предыдущим решениям такой власти. Человека взяли на взятки, взяли с поличным на сути. Суд своим решением указал о том, что заказчикам, то есть Люботинской городской власти не было предоставлено достаточных доказательств выполнения документа, который называется ДБН, номер, не помню, проектирования строительства мусороперерабатывающих полигонов. О чем идет речь? Речь идет о том, что от границы населенного пункта до территории мусороперерабатывающих полигона должен быть не меньше, чем один километр. Я подчеркиваю, от границы населенного пункта не от дома ближайшего. Это существенно разные вещи. Вот если есть среди присутствующих водителей, то мы помним о том, что знак начала или конец населенного пункта, он не стоит сразу возле ближайшего дома. Он стоит еще метров за 200 от ближайшего дома. Это понятно. Граница населенного пункта не может заканчиваться на уровне последнего дома. Километр от границы населенного пункта, что мы имеем на самом деле? 300 метров от дома строится полигон. 300 метров. В таком доме можно жить? И суд об этом внятно указал. Правда, в решении суда первой инстанции апелляционной станции в качестве ответчика, в качестве юридического лица указана Люботинская городские власти Люботина. Что происходит дальше? Это то, о чем мы говорим. Два сапога пара. Следите за руками. Дальше заказчикам строительства мусороперерабатывающего полигона становится вместо люботинских властей городских становится областная администрация. И формально решение суда на другое юридическое лицо уже не распространяется. То есть по отношению к Харьковской областной администрации решения суда напрямую нет. И стройка продолжается на том же месте. Выполняется ли с этой связи требование ДБН? Разумеется нет, потому что полигон остался на том же месте. Но формально решения суда в отношении Харьковской областной администрации нет. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать территориальную громаду, которая добивает своих прав, которые, кстати говоря, это не просто права, это эти права гарантированы рядом с такими конституциями. Вместо того, чтобы поддержать территориальную громаду, фактически растаптывается. Повторно придется территориальной громаде, представителям территориальной громады подавать в суд. Кстати говоря, за это время поменялось ряд законодательства. Это сейчас просто-напросто стоит дороже. Если раньше это было бесплатно подача административного иска по отношению к государственным институциям, то теперь это стоит денег. Непростое время ни у кого нет лишних денег. Вот те основания, которые дают нам возможность говорить. Помните знаменитый утиный тест американский? Если нечто крякает как утка, плавает как утка и там выглядит как утка, то скорее всего это утка и есть. Так вот если областные власти действуют как предыдущие, те, кого мы называли бандитским режимом, то я спрашиваю, а в чем разница? Только что прозвучала информация о том, как перепродаются, за какие взятки перепродаются земли сельхозназначения. По данному по данной незаконной свалки в Люботине у меня прямо здесь есть ответы экоинспекции. Там порядка 10 гектар земель сельхозназначения замусорены. Они по сути выброшены. Их невозможно рекультивировать до сельхозназначения. Да, там можно посадить деревья, там можно устроить лесозащитную полосу, но вы понимаете, что земля, которая была свалкой, никогда сельхозназначением использоваться не будет. Все, точка. Фильтраты, которые, ну, их невозможно рекультивировать. Это не беспокоит харьковского губернатора. Он фактически узаканивает свалку и ведет себя при этом ну вот таким образом, что это дает основание общественным активистам говорить действительно два сапога пара. губернатора, глава администрации скасов распоряджения фермеров, на которые надавался глава областной администрации скасов распоряджения ранее ведущей районной администрации для ведения фермерского господарства. Ну, також есть проекты людей, которые ходили на экспертизу, которые не пройшли, конечно, из-за того, что нужно было решить вопрос совсем по-инокшему финансово. И в час затягнулся, распоряджения скасовались, и земли очень быстро глава администрации района Ико Тула начал оформлять на своих родителей из Донецкой области из Краматорска. Как это выяснилось, там эти люди не появились, не проживали в районе, их никто не видал, просто они дали доверенность на все, чтобы выполнять все сопроводные работы. Син Котули Ивана Ивановича так же Иван Иванович выдал на оформление земельных дюлянок. А на цих земельных дюлянках после скасования областной радости зарезервировал их для участников АТО сельский глава, на территории которой находятся эти земли. Вин направил лист до Держгеокадастру с відповідным проханием, прошу зарезервировать, их никому не передавать. На это никто не выдравил, быстро, быстро, быстро выдався, наказ на выготовление проектов на цей земле родичам главы администрации. Після вчерашньой публикации мне вот началась информация, сейчас готовится проверка до сельской ради, до администрации, все бегают на кипише. Мы понимаем, что благодаря вам, журналистам и прессе, когда можно дать этому публикацию, то мы надеем на хоть какие-то действия. Люди просто были радикально налаштованы идти с вилами и выносить голову администрации, потому что такой коррупции еще в нашем районе и при той владе никто не видит. У нас есть еще представитель общественной организации Альтернативы Станислав Шабарь. Что в Писачине происходит? Я хочу сказать не только про Писачину, вообще почему мы подписались под эту акцию. Первое это действительно показать то, что схемы работа власти ничем не изменилась. Она реально ничем не изменилась, кроме того, вводится в заблуждение избиратель. Это де-факто. Потому что наши политические нынешние элиты не могут честно сказать, что нет ничего плохого, я считаю это личное мнение, что люди меняют свои взгляды, бывает такое, да, действительно поменяли свои взгляды, пошли в другую политическую, да, ну не знаю, поумнели, не поумнели, это уже другой вопрос, но они там избираются с другим списком. Потом в этом ничего плохого нет, ну просто это нужно говорить публично, не надо скрывать то, что вот мы очищаем Владу, у нас люстрация, но какая люстрация может быть, если те чиновники, которые были, которые реально подпадают под люстрацию, сейчас идут от другой политической партии и становятся главой района, например, я не против физически, вот реально этого человека, главу Харьковского района, например, возьмем, да, я не против его физически, да, я знаю этого человека, мы с ним сотрудничали даже в какой-то момент, он был заступником из медичных испытаний медицины в районе, нормальный, адекватный человек, зачем подменять понятия, скажите честно, зачем брать то же самое, что касается выборов, почему подменяются понятия и два сапога, система управления выборчим процессом остается то же самое, берутся лучшие из лучших технологов, ну это в скобочках звучит, это наши бюджетники, классные люди абсолютно, ну, я брал участие в выборах, было очень все классно, те, которые мне 15 лет назад ставили оценки, сейчас прекрасно были в территориальной комиссии и голосовали за те решения, которые не понимали, они не знают этого закона, который был принят, и они это делают, потому что всегда в каждой комиссии территориальной, районной или в будике иншей, да, есть человек, который зубр, монстр в этих вопросах, они все прислушиваются его, потому что нормальный, ну, нормальный человек, учитель, он должен учить детей, ну, скорее всего, да, медик должен там лечить, ну, единицы из этих людей учат закон про выбор, правильно, я думаю, что и там, журналисты особо сильно в этом законе не вникали, да, я так думаю, я как участник избирательного процесса тоже изначально этим не занимался, потому что обычно законы приблизительно все одинаковые, правила приблизительно все одинаковые, так как был написан этот закон про выборы, он был написан уже новой властью, то есть, чем отличие, то, собственно говоря, отличие нечем, нет отличия, абсолютно беззубый закон, в котором можешь делать все же хочешь, тебе за это ничего не будет, причем абсолютно, нарушая, не нарушая, то есть, нет никаких проблем, по итогам выборов мы видим, да, приблизительные, да, спайки коалиции, которые должны быть в районных, там, в местных и так далее, мы видим, что нет у нас никаких различий, то есть, те, которые друг на друга плюют в избирательном процессе, да, друг на друга выливают тонны грязи, потом спокойненько выбирают, там, голову района, спокойненько проголосовываются, то есть, ну, математикой же мы все владеем, там же ни за какие сложные формы, 30 неизвестных, там, три неизвестных, которые легко посчитать, вот, потому больше всего из этой всей ситуации затрагивает, ну, меня лично, да, и наша организация затрагивает тот процесс, что ничего не поменялось, собственно говоря, все те же на манеже только поменяли немножечко расстановочку, я просто не вижу смысла, зачем тогда говорить, что у нас происходит очищение власти, ну, зачем обманывать людей, ну, скажите, что нет у нас очищения, ну, зачем говорить, то, чего нет, если оно есть, то давайте его делать, если его нет, скажите честно, выйдите, скажите, мы действительно оставляем таких-таких людей, потому, 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 все, вопросов нет, вопросы исчезают, мы против того, что все делается под ковром, абсолютно против, все должно быть прозрачно, мы должны начинать с себя, власть должна начинать с себя, если она показывает, что мы занимаемся договорняками, какими-то компромиссами, это нормальный, абсолютный процесс, ну, надо же договариваться, правильно, но если друг друга постоянно бить, то итог, ну, во благо города или во благо области, да, мы должны как-то идти друг другу навстречу, но не путем обмана людей, это наша позиция принципиальная, потому, вот, два сапога, они символизируют не в обиду никому, ну, просто есть у нас представители областной администрации, которые, ну, на наш взгляд, абсолютно, практически ничем не отличаются от того, что было. У нас нету, я, например, посмотрев бюджет областной, районных, там, некоторых рад, я не вижу там перспективы, стратегии, я не вижу то, к чему мы идем, вот нету такой отметки, куда мы идем, мы вот эти все годы, которые были, предыдущие системы управления власти, мы не видим, какой у нас город, какая у нас область, у нас область, какой регион, индустриальный, или может все-таки сельскохозяйственный, или может быть сельскохозяйственный, индустриальный, мы что развиваем, что мы строим в Харьковской области, все нормально, абсолютно вымирают, потихонечку, сельхозпроизводители, ну, да, работают, пока месть, пока месть работает, мы же можем довести все до такого, но нет стратегии, если нету конечного пункта назначения, то старая работа, которая была, она была такой, ну, согласитесь, что нету конечного результата, мы не видим, какой у нас будет область там через пять лет, или через десять, ну, за десять, я вообще молчу, в нормальных развитых странах бюджеты планируют на пять лет с корректировкой, это абсолютно нормальный процесс, даже несмотря на то, что говорят там, девальвации, инфляции, большие, это все чепуха, план должен быть, мы должны идти к чему-то, если мы не идем к чему-то, значит, то, что касается управления, оно абсолютно бездарное, мне когда говорят, что мы не можем построить, я еще пять лет назад говорил, когда говорили, вот проблема у нас, мы с перерабатывающей завод построить, о чем мы тогда говорим, давайте сразу возьмем и повесимся все, если мы не можем сделать такой чепухи, какое автомобилестроение, какая промышленность, если мы не можем построить в области, в которой насчитывается более двух миллионов людей, мусороперерабатывающий завод для города, в котором больше миллиона людей, один миллионник после Киева остался, о чем мы говорим вообще, да эту цель уже давно поставить и выполнить, это не космос, наша страна летает в космос, мы не можем построить мусороперерабатывающий завод. Тем больше инвесторы, люди бы это хотели сделать. Дело в том, что мы проводили в Песочне перед выборами анализ воды, да, по нитратам, там катастрофа практически везде, там где, в частный сектор, потому что нет канализации и так далее. Когда наши коллеги из Дергачей, ну мы ездили, у людей вода бурлит в колодцах, вы понимаете, что пена из воды выходит, там, ну, из-за чего, потому что рядом полигон. То есть, ну, про что мы говорим вообще? Какое управление? Нет цели. Мы распределили бюджет для того, чтобы его проесть. Обычно прокушать, раздать. Это есть цель. Если цель областной администрации и районных администраций это бухгалтерия, то нам нужно сделать Харьковскую районную бухгалтерию или областную районную бухгалтерию. И это будет правильно. Они классные. Я уверен, что специалисты по экономике классно распределят эти все финансы правильно. Они будут выполнены как макроэкономические показатели, так и защищенные статьи-выдатки, веки у нас, скажем так, это большинство и областной районной рамы. Вот в принципе такое. То, что мы эту акцию сделали по одной простой причине, что площадки именно политической коррупции, даже это не коррупция, это переходящая система управления из рук в руки. Кто при ней, тот, скажем так, тот и президент на определенном районе. Кроме того, сейчас мной и еще помощниками разрабатывается законопроект, будет подан депутатами в Верховные Рады, может, через пару-тройку месяцев, в котором будет запрещено размещение поздравлений и так далее за рахунок районных, областных администраций, спонсорских каких-то, то есть, наданя бескоштовных эксоциальная реклама, привитания наших районных, областных чиновников. Ну, ни для кого не секрет, что деньги со своего кармана никто не тратит, потому что зарплата у чиновника не такая большая, у головы районной администрации, там около 5000 гривен зарплата, при стоимости, да, бигборда, ну, минимум 2000 гривен, это вообще очень дешевая цена с изготовлением этого бигборда. Что происходит? Происходят три схемы. Первая, есть нелегальные бигборды, которые просто надают для того, чтобы их не трогали. Вторая схема, это просто надают, потому что, ну, мы же вместе, давайте помогаем. В виде социальной рекламы бесплатно, индивидуально раскручивается, пиарится, реально пиарится человек, который управляет районом, областью, поселком, возможно, ну, неважно, человек, который при власти, то есть, мы называем это человек, который при власти. Это не только в Харьковской области, это всеукраинские, да, всеукраинская проблема, на мой взгляд. Ну, и третья схема, это надание в безкоштовных коррестов, что есть коррупция, на мой взгляд. потому пропишем закон таким образом, что человек, государственный чиновник, мает право, мает право, он же человек, значит, мает право, разместить вот такое приветствие, которое есть, если там написано индивидуально прозвище, имя по-батькове, только за влачный рахунок. И в декларации про майновый стан в конце года он обязан написать, скольки кошки вытраты в нацедейство. Потому что, если вы посчитаете, что приблизительно около, условно, в Харькове 50, так, очень я скромно посчитал, 50 бордов было с проветанием головы областной державной администрации с новым роком. Ну, классно, это да, вопросов нет. Но это, на мой взгляд, должно быть немножечко скромно. Если это делает район областной администрации, то это должна быть внизу подписана областная администрация. Кто такой чиновник, который назначен? Он исполнитель. Никакой врач-акушер после родов не подписывает ребенка, что он принял роды. И не пишет табличку, что я сегодня принял роды. И после того, как он это сделал, он не бегает вокруг родильного дома и не кричит, что я это сделал. Потому над этим надо работать. Мы со своей стороны сделаем максимум, чтобы этого не было. Мы создадим, мы уже, в Песочине мы уже создали конкурентную, скажем так, такую прослойку, которая уже не дает спокойно власти делать то, что она делала. И результатом этого является то, какой сейчас есть поселок. Сейчас это потихонечку внедряется в Дергачи. Но такие сейчас будут подготавливаться из судна на Меськову голову Дергачи по причине сбора сессии, на которую не были приглашены депутаты инших фракций Крем-Видроджини. Почему так было сделано? Можно вы видели в видео, выкидывали. Одна из сессий городского совета была перенесена из-за того, что были люди присутствующие на сессии. Власть у нас отделяется от людей. Они забыли, что их выбрали люди. Кто вообще главный здесь в нашей компании под названием государство. Они перенесли сессию ввиду законодательства и регламенту. Голова Минской Ради має перенести на какую-то дату. То есть оголошую перерву на месяц, на день, на пів годины. Но это должно быть озвучено для того, чтобы люди ориентировались, когда же теперь сессия и по какой причине она перенесена. Если она перенесена, она была незаконной, абсолютно. Депутаты поддерживали, потому что у нас же, я говорю, статный принцип присутствует везде, если мэр говорит так, значит все, там города, поселка, села, все поднялись и сказали да, переносим. Вы спросите у них, они закон про местное самовырюдование никогда не открывали. Вони не знают, что после того, как межский глава складывает свои повноважения, то секретарь выполнил. Они не знают, они реально говорят, просто зайдите в будь-якую раду и спросите депутата. Вони не знают, они, ну, большинство сельских, селищных, ну, навіть, мабуть, в районах, я их даже еще не анализировал, они не знают, вообще, чего они там делают. Закон про местное самовырюдование, там, это для детей выучить можно. Вони не знают, а значит, они представляют нас и наши интересы, ну, мягко кажучи, не совсем правильно. Давайте внесем немножко больше конкретики в наш с вами разговор. Какие вот, есть у вас какой-то конкретный план действий, либо какие-то намерения, или та цель, к которой вы идете, вот, что вы будете делать дальше, потому что понятно, что есть многочисленные факты нарушений в разных районах области, что с этим всем делать собираетесь вы? На данный момент, что касается нашей организации, не только есть у нас однодумцы, которые нас поддерживают, я думаю, мы сколотим этот коллектив, побороть вот этот вот беспредел, да, назовем, можно только конкурентными действиями, именно конкурентными, то есть мы создадим серьезную конкуренцию, так как мы сделали в Песачине, мы это сделаем, пытаемся сделать в двух районах Харьковской области, это будет первый проект, который, я думаю, заработает к лету этого года. Для чего это будет, каким образом это будет все происходить? Первое, это люди будут подготовлены для участия в выборах, депутаты, которые будут идти на следующие выборы, уже будут готовиться сейчас, люди будут проходить отбор, люди будут учить закон, люди будут пытаться, понимаете, очень тяжело идти на выборы, ну, это может я рассуждаю за себя, мне просто, например, идти на выборы, я сразу определился, у меня есть какие-то критерии, я иду и голосую, да. Человек, у которого пенсия тысяча, с маленьким хвостиком, он слегка зависим от того, кто что сделал. У нас есть график, мы вот с фондом ведро джиния антрокоррупционную школу проводим, вот у нас в феврале мы будем проводить пресс-конференцию на эту тему, итоги нашей работы, мы как раз занимались подготовкой людей по изучению бюджета, многие из этих людей тоже пойдут с нами, заниматься этим. Мы делали анализ всего, что происходит и маленький такой результат оказался то, что реально власти просто они не знают, что делать с людьми, которые что-то знают. И те люди, к сожалению, очень мало средств, они под властным действием со стороны власти. Мы проводили в рамках этого проекта анализ вытрат бюджетных кошек. Есть такой график смешной, когда подходят выборы, у нас очень сильно увеличивается количество вытрат бюджетных кошек, причем в разы, именно на этот маленький период. То есть тупо выкоррестовывается административный ресурс. И мы своими действиями сделаем так, чтобы финансы максимально были распределены, так как они заложены в бюджете. Люди будут уже сейчас работать с бюджетами более профессиональному уровню. Люди будут вносить поправки, люди будут это делать публично. Сейчас подкрываются все финансовые, они уже открыты, но системы нету, их нельзя один к одному прикласть акты выполненных работ и проплатить за эти послуги, которые надаются. То есть на данный момент какой-то поганый гарный уряд есть, где-то открылось и можно побачить, как выкористовуются бюджетные кошты. Потому просто для того, чтобы победить то, что мы говорим, на наш взгляд, нужно просто создать серьезную конкурентную группу. Она не обязательно должна быть политизирована, но максимально людям нужно дать вот этот месседж, послать им, что главное не прийти и что-то получить. Там, знаете, статья хорошая когда-то была в 12-м году написана хоть что-то. Дайте нам хоть что-то, у нас выборы. То есть мы должны перейти из другого. Дайте нам всегда то, что просто мы заслуживаем, что мы должны получить и все. Больше не надо. Зачем нам больше? Надежда Шостак, медиа-центр накипела. Если позволите уточнение, как все-таки вы нашли друг друга ради этой акции два спага пара и планируете ли вы подобные акции повторять? Потому что вы получается ее организовали. В принципе журналисты мало кто знал. Вы решили сделать такой пост-релиз. Но хотелось бы понять планируете ли в дальнейшем продолжать? Если нет, то что планируете? Ну то я начну вы кому поправ. Мы уже сотрудничаем давно с Зеленым фронтом у вас и акции были совместны. То есть Зеленый фронт с организацией Песочинской альтернативой. Не просто дружественной организацией, если так может быть несколько пафосно, это братские организации. У нас есть в составе координационного совета есть Павел Нетеса, который является одновременно координатором Зеленого фронта и общественной организацией альтернатива. познакомились достаточно давно. В 2009 году мы начали сотрудничать с 2009 утра. Ну значит я подошел позже. Ну в общем один из таких наиболее активных и значимых проектов экологических за это время это была защита Рыжовского парка в Песочине. Рыжовский парк очень коротенько напомню собственно Песочин был основан купцом Рыжовым и как станция Песочин стал собственно станцией железнодорожной благодаря Рыжову который при строительстве еще в дореволюционный период вложил значительные средства для того чтобы колея железнодороги прошла таким образом чтобы станция была рядом и уже покупая себе земли под производство а производил он в том числе колокола церковные колокола и колокола эти выставлялись на парижской выставке имеют награды и уже тогда на его территории была Дубрава и она уже тогда составляла 200-300 летних из 200-300 летних дубов и вот это все вдруг писачинские власти решили вырубить и построить там многоэтажные многоквартирные вырубить они сказали мы не будем вырубить но мы не будем строить негде больше строить негде просто там был участок сгидно законодавства до 2001 года он действовал земельный кодекс еще Советского Союза можно было в этих зонах в зеленых зонах строить санатории школы детские сады и так далее но с 2006 года был абсолютно введен запрет на такое строительство и Солочная Рада просто проголосовала за ту землю которая ей не принадлежит собственно говоря вопрос был первый то что против а второй ну как может поселковый совет голосовать за земли желудневого лесгоспа вот и благодаря тому что они так вот глупо поступили суд выиграли дом не построили потому что ну все знают прекрасно строительство дома на маленькой территории куда он компактно еле помещается вокруг есть 50-метровая пожарная зона она должна быть очищена там появятся гаражи появится инфраструктура какая-то то есть люди были против и мы скажем так совместно это все решили по поводу того будут ли подобные акции ну может они будут не подобные не именно такие вот но мы наша задача как общественных да громадских деятив пока есть еще есть да какое-то желание силы это делать потому что реально я говорю да вот у нас в поселке говорят да вот есть люди которые занимаются которые они они проконтролируют ну вы знаете годы идут видишь то же самое проходит время вот честно говоря а ради кого мы это все делаем ради себя ну в принципе если брать индивидуальность себя например можно абстрагироваться от всего и жить себе спокойно зарабатывать деньги какие-то и спокойно жить вот пока у нас есть силы мы работаем над этим потому акции будут обязательно какие-то проходить мы не пикетируем мы вот я хочу на этом сделать акцент у нас нету позиции против у нас есть просто своя позиция за что-то мы предлагаем решение каких-то проблем и решений мы участвуем во многих скажем так круглых столах мы участвуем в каких-то форумах мы участвуем в каких-то ну у нас сейчас есть наши люди которые выиграли выборы в районных в областном совете мы участвуем мы предлагаем у нас нету позиции против носить позиции против когда это абсурд уже вообще тогда мы против мы говорим об этом мы отличаемся от власти тем что мы говорим мы против этого почему потому 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 мы за это и обгрунтовываем свою позицию потому акции и привлечение общественности к тому что происходит будут обязательно для того чтобы страна должна знать своих героев в лицо если она их не знает значит у нас ничего не происходит если у нас все происходит правильно значит мы должны жить лучше если мы не живем лучше и ничего не меняется значит что-то не так происходит есть ли еще вопросы у меня к Станиславу два вопроса первый касается выборов руководителя райсовета в Деревачах хотелось бы узнать вашу точку зрения и второй по поводу объединения территориальных громад в Песочине как проходит ну по поводу Дергачей была информация я сейчас просто не готов цифрами ответить да точно но там есть большинство которое составляет отдельно Ведроджини отдельно партия блока Петра Порошенко и получилось так что самопомощь там три человека она не голосовала приняла решение просто не принимать участие в выборе главы районного совета при голосовании арифметически получается так что люди из БПП у которого был также кандидат на голову райсовета скорее всего проголосовали и за человека в Дверджине почему так произошло ну я же говорю за руку никто никого не хватал никто тайное голосование никто не отчитывался ну математический просчет очевидный видно если это компромисс пусть будет компромисс главное чтобы он был во благо и не был коррумпирован вот то есть такое было были разговоры я же говорю это что предлагали какие-то средства за то чтобы проголосовать за определенного кандидата но то что касается не хочется сильно комментировать то что касается только скажем так неподтвержденных фактов мне я не депутат районного совета мне лично никто не предлагал если бы это было я бы точно четко заявил бы так на уровне слухов на уровне разговоров возможно такое возможно но было или не было сказать невозможно что касается объединения громад я принимал активное участие в объединении громад на данный момент писачинская громада документально готова к тому чтобы объединяться есть у нас там маленький нюанс каратачанской громады у них там есть свое мнение по каким-то позициям но в любом случае даже если что-то пойдет не так то громада может быть если бы писачинск-борезьев объединяется на данный момент в том году еще была подача документов на то чтобы проголосовала был совет вы знаете процедуру сначала областной совет потом после этого принимая верховная рада к сожалению или к счастью время покажет как это правильно было или неправильно областной совет не проголосовал за это решение для того чтобы дальше верховная рада проголосовала за это решение у нас уже скорее всего бы эти выборы были по новой системе уже были объединены либо у нас в марте месяц вот как сейчас в волчанской громаде будут проходить выборы почему это не сделано ну на мой взгляд здесь чисто экономический фактор мы знаем откуда берутся деньги в районе так как поселок Песачин это такой крупный населенный пункт там очень много молодых людей которые скорее всего работают то есть демографическая ситуация в Песачине там не такая как в большинстве областных советов там большинство работающего населения очень большие средства которые идут в районный бюджет Песачинский постсовет очень много средств передает на район субвентивный который опять возвращается на образование и другие цели да там дитящее иначе школа медицины и так далее то есть Песачин является одним из доноров района если мы становимся громадой много большей скорости возвращается у нас мы не работаем с районом и районный совет не имеет средств которые в которые можно да распоряжаться и датировать те населенные пункты которые находятся далеко там где количество средств потраченные на образование одного ребенка там условно есть и 24 тысячи гривен поселки Песачин благодаря такому правлению нашему возможно ну невозможно на мой взгляд абсолютно неправильному есть школа в которой самая низкая стоимость это 4700 гривен по-моему на человека или 4400 не могу сказать точно но это самая маленькая стоимость в области на одному человеку трата денег на одного человека который учится ученика на данный момент у нас две смены полная школа работает последний урок у нас заканчивается 15 часов 15 минут 15-40 о извините 17 то есть ближе к 6-ти часам у нас заканчивается занятие сейчас когда у нас пойдут дети с 4-го 5-й с 5-го в 6-й класс это у нас будет катастрофа реально наша школа выдерживает один год следующий год я не знаю куда будут девать учеников на данный момент есть вариант рассматривается новое помещение и строительство новой школы ну так как оно будет в конец его будет в 19-м году и она особо проблем всех не решает то я же говорю вот как раз наш поселок и как другие населенные пункты показывают как управлять чем-то не надо то есть человек который управлял поселком сейчас его сын управляет поселком собственно говоря тому которому я выборы проиграл сейчас пытаются эти какие-то эти проблемы решить ну вы же понимаете что это же не купить желательную резинку да пойти в Буглорево построить школу это большие средства фонд региональную розыску который отбивает на 5 лет строительства нужна цель в любом деле нужна цель в бизнесе цели нет до свидания то же самое в управлении любого всего чего если нет управления правильно то все объединение объединение будет но скорее всего объединение будет после того как иншие громады Харьковского района тоже будут готовы на уровне такой готовности как и Песачинская громада и комплексом скорее всего в 17 году как и все все будет примерно так есть ли еще вопрос у кого-то доброго дня спрашивание Варта Харьков какие питания ви бы хотели та проблеми ви бы хотели висвятлити на антикорупционном форуме и чему вам не удалось деснать этот намер это вопрос в первую очередь до Александра ну в первую очередь потому что антикорупционный форум это все-таки не Харьковская площадка надо к этому так и относиться это общегосударственная площадка и они конечно вправе формировать организаторы антикорупционного форума вправе формировать свою повестку дня ставить те вопросы которые они считают наиболее актуальны но я хочу отметить что вопросов связанных с экологическим законодательством и коррупцией в этой теме а поверьте там немаленькие суммы черных денег гуляют как пример еще раз Зеленый фронт это экологическая организация поэтому все свои концепции все свои мысли я хотел бы иллюстрировать ситуацией и происходящим в экологической теме одна из наиболее острых проблем города Харькова наиболее сильный загрязнитель это Коксахимзавод Коксахимзавод за по-моему месяц до того как господин Шевченко перестал к нашему всеобщему с нашим всеобщим одобрением перестал быть министром экологии и природных ресурсов он согласовал увеличение вдвое квоты Харьковскому Коксахимзаводу на выброс синильной кислоты синильная кислота чтобы всем было понятно это цианистый калий вдвое увеличили квоту при этом есть регламент который должен быть выполнен прежде чем квота будет увеличена он подразумевает в том числе проведение общественных слушаний общественные слушания тоже имеют свои параметры и по случайному стечению обстоятельств на данных общественных слушаниях те документы которые Коксахимзавод предоставил для увеличения квоты присутствовало всего 30 человек и все они по счастливому стечению обстоятельств были сотрудниками Коксахимзавода а теперь попробуйте меня убедить что это не коррупционная составляющая здесь сыграла решающую роль в увеличении квоты но тем не менее в антикоррупционном форуме в повестке дня борьба с коррупцией вот в экологической так в экологических аспектах ее не было поэтому собственно говоря и высказываться было негде я не хочу сказать что зеленому фронту не дали возможности высказаться по этому вопросу но наверное зеленый фронт не является экспертом в борьбе что доводилось остальным часом вам стыкаться с тиском с боку представителей если это будет на деяких людей которые занимаются серьезным бизнесом я не могу коментовать команды главы администрации, как правильно сказать, прохания податковой милиции, как сейчас ДФС, были прохания до милиции завести, открыть какие-то криминальные проведения, завести расследование. Это поступало особо от людей, которые являются представниками полиции, который, ну, такую информацию, что звертался, дав голова, что давал, чтобы завели криминальное проведение, здаётся, есть на моего батька за ци державные земли, которые выбрали. Но один раз следователь не звонил, но сказали только через официальное поведомление, только тогда будем. На этом всё закончилось, я думаю, сейчас всё поднимется, после данной публикации всех их схем. И, ну, знаю, что на нарадах, каждой нарады, я ещё предприниматель, занимаюсь в сфере землеустрою, то в районе, то каждой нарады в администрации, в адресу моего предпринимателя, постойно от главы администрации идёт негативная информация. Ну, все фермирации понимают, кто приходит, они же сразу приходят до меня и это рассказывают, потому что я их своего часа консультую, знаю, допомагаю им. Я частково страдаю за то, что я консультую фермеров, как им делать, как не делать, для того, чтобы влада не могла их, как бы, взяти кошти за будь-якие там схемы свои. Что касается Зелёного фронта, ну, если позволите, то я хотел бы напомнить Станиславу о том, что там была информация от Вити Киселя, да, о том, что следователи какие-то недавно приезжали ко всем участникам выборов, там же у вас период проведения подготовки выборов, вы добивались своих законных прав быть там зарегистрированы, да, правильно? Я не совсем, может быть, глубоко в тебе, может быть, ты напомнишь, что там происходило? Ну, там, ну, это уже выборчий процесс. Нет, выборчий процесс прошёл, а вот недавно я видел в Фейсбуке у Вити записку о том, что следователи из Харькова по какому-то... Это, возможно, по другому вопросу, потому что, кроме выборчих дей, мы там ещё подавали декілька судовых позубов на... скарг на центральную выборчую комиссию и до милиции. Давайте говорите о конкретных фактах, которые вот вы точно помните и знаете, потому что вспоминать же можно бесконечно, простите. Не-не-не, я же говорю. Что касается Зелёного фронта и тыску влады, давайте отделим всё-таки, уточним, конкретизируем, если мы говорим про угрозы, то это один разговор и в последнее время таких угроз не в прямом смысле слова не поступало, хотя у нас есть случаи, когда на... не единичные, когда на представителя нашей организации в Липцах и избивали людей, и стреляли по окнам. Это, правда, происходило достаточно давно. Что касается, собственно, тыску... Ну давайте посмотрим, а как можно расценивать невыполнение решения судов, которые смогли добиться наши активисты или члены территориальной громады? Это тыск, чей ценный тыск? Это не угроза, да? Это развод. Это не угроза, но если это делается системно, а это происходит достаточно системно, я вам привёл пример невыполнения, фактическое невыполнение решения суда по Люботину. У нас есть решение суда по строительству дома многоэтажного в районе Сарженого Яра, там, где есть решение суда о том, что строительство должно быть приостановлено. Оно продолжается, решение суда не выполняется. У нас есть ответ Министерства культуры по строительству в охранной зоне памятника истории в районе Вечного огня и в районе кинотеатра «Юнность» о том, что управление культуры, Министерство культуры не согласовывало и строительство в охранной зоне должно быть немедленно приостановлено, не выполняется. Это, может быть, не угроза, но это своеобразный административный, если хотите, тыск. Спасибо. Если нет больше вопросов, то, наверное, будем заканчивать. Спасибо вам большое. Спасибо всем большое.